Фраза по квартирный вопрос, который испортил людей, вложенная классиком в устав Воланда, остается актуальной уже более 80 лет и является не просто художественным вымыслом, но скорее констатацией правды. А может, человеческая природа и не может иначе реагировать на тему недвижимости? Но так ли все плачевно, критично и фатально? Попытаемся разобраться в этом не без помощи профи 10.30 в Омске. Меня зовут Артем Савичев, мое почтение всем ценителям музыки мирового класса, зрителям 12 канала и тем, кто предпочитает наблюдать за нами ВКонтакте. Представляю вам главную персону в сегодняшней гостиной Радио Монте-Карло, нотариус, кандидат юридических наук, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу Ольга Фрик. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Оль, ну я ваш поклонник в плане фамилии. Очень крутая фамилия, звучит прям так громко. Фрик, вы вообще что-нибудь знаете об этой фамилии? Спасибо. Это фамилия моего супруга, поэтому я не изучала родословную своего супруга, хотя, если вы так спросили, может быть, стоит ли подумать. Я признаюсь, что всегда, когда люди приходят с интересными фамилиями, когда гости приходят таковыми, я всегда, ну, посмотреть лезу. Фрик вообще считается сокращенной формой имени Фридрих, которая имеет германское происхождение, ну и означает мирный правитель. Так что муж у вас мирный? Очень. Да, это хорошо. Оль, сегодня ваша очередь отдуваться за всех ваших коллег по цеху и проводить, ну, некий ликбез всем нам. Это ваш звездный час, устраивайтесь поудобнее. Хорошо. Допрос и расспрос только начинается. Скажите, ваша должность, это, по сути, человек по связям с общественностью и пресс-аташе, да? Вот меня как-то не то, что не напрягает, а интересует слово, что такое имидж, вот, ну, в этом понимании, в понимании нотариальной сферы. Имидж — это, наверное, лицо профессии. Ведь каждая профессия у нас сегодня, она заботится о том, чтобы люди воспринимали, люди с доверием относились к той или иной профессии. В нашей профессии, конечно, это главное доверие. Вот тот имидж, который мы формируем, я очень надеюсь, что в итоге люди будут нам доверять. И доверяют нам сейчас. Но, судя по вашему лицу, не доверять вам просто невозможно. Вот я сегодня рассыпался в комплиментах. Ладно, давайте уже переходить к делу. Оль, ну, прав был Булгаков, что именно вопрос крыши над головой испортил человека. Как вы считаете? Вы знаете, конечно, это всё зависит от человека, от того, допустим, мы очень часто работаем и с семейным законодательством, и с наследственными правоотношениями. И всегда у нас всё зависит от семьи, от воспитания, от образования. Поэтому я бы не сказала так категорично, что квартирный вопрос испортил. Но, тем не менее, если человек покупает квартиру, и квартиру он покупает на вторичном рынке жилья, эта квартира, как правило, имеет определённую свою историю. Вот всё. Про это больше не будем, потому что мы ещё к этому вернёмся обязательно. Просто я хочу сделать такую сноску, что, конечно, в «Мастере и Маргарита» Булгаков писал о той ситуации, которая была в Москве именно, потому что была жуткая нехватка жилья. Вот почему вот так говорилось, что квартирный вопрос испортил, потому что всем хотелось крыши над головой. Ну, потом это, естественно, вся вот эта вот история, что квартирный вопрос испортил людей. Ну, можно спорить с ним. Уже перебралась, наверное, не только по всем регионам, но и, наверное, в мире. Ну, кому как не юристам, нотариусам и риэлторам, не знаю, что споры с недвижимостью, ну, поднимают в людях порой не совсем то, что хотелось бы, да? Потому что это самые, наверное, сложные, особенно если, к примеру, нет завещания, да? Это спорные вопросы, да, когда много человек претендует, к примеру, на одну жилплощадь или нет? Опять-таки, понимаете, всё зависит от конкретной ситуации. Ведь иногда квартира у человека — это единственное жильё. И, конечно, он для того, чтобы побороться, да, за крышу над головой, возможно, да, возможны конфликты, возможны судебные какие-то разбирательства. Всё это возможно. Поэтому и вообще человек обращается к нотариусу не так уж и часто в своей жизни. По сути, кто-то дважды в своей жизни вообще обратился к нотариусу. А продаёт или покупает недвижимость — это вообще может быть один раз. Поэтому, конечно, нужно всегда отнестись ответственно, относиться к вопросам покупки или продажи жилья, поскольку это очень важно, не говоря уже о тех суммах высоких, да, которые в данной ситуации имеют место быть. Ну да, я об этом и хотел сказать, что покупка недвижимости всё-таки для большинства из нас, да, это достаточно такой серьёзный шаг, который нужно хорошо обдумать. Ну, здесь, наверное, уже лучше всего обратиться и к адвокатам, и к нотариусам, чтобы себя каким-то образом обезопасить. Где и какую квартиру приобрести? Ну, ведь на свете существует два рынка недвижимости, да, это первичный, ну, это новостройка, да, имеется в виду? Да, да, да. И вторичный. Вообще, в чём заключается сложность покупки квартир именно на вторичном рынке? Какие риски самые распространённые? У нас при покупке квартир на вторичном рынке, как я уже заметила, у таких квартир есть своя история. И она не всегда будет безупречной. А законодательство построено таким образом, что по факту покупатель должен полностью довериться продавцу. Вот какие продавец предоставил документы на квартиру, соответственно, вот он должен поверить продавцу и руководствоваться уже теми обстоятельствами, которые имеют место быть. Но это хорошо, когда каждый действует добросовестно. Однако бывают, во-первых, и недобросовестные какие-то схемы. А возможно, даже продавец, продавая квартиру, искренне считает, что он действует добросовестно. А по факту получается, что это не так. Если проанализировать документы, провести правовую экспертизу. Если интересно, я могу привести пример. Давайте, очень интересно. Вот такой ситуации, когда продавец действительно считает, что он действует добросовестно. Вот, допустим, человек приобретает квартиру, приобретает её в браке. А потом супруг уходит из жизни. Получается, половина этой квартиры, независимо от того, что везде по документам только один супруг живой фигурирует, другой супруг также имеет право на половину. А если он ушёл из жизни, право на половину этой квартиры имеют наследники. А люди продолжают жить, не оформляют наследство на половинку. И, таким образом, титульный собственник, супруг, считает, что он имеет право распорядиться, он полноправный владелец. Хотя, в случае чего, если такая квартира будет приобретена в дальнейшем, у покупателя очень серьёзные риски. Потому что, по сути, такой продавец не имеет права её продавать. Нужно сначала оформить наследство. Не вступив в наследство. Да, нужно сначала оформить наследство на долю супруга. Насколько я знаю, через полгода, да, а если этого не происходит, то потом уже по суду нужно будет доказывать свою причастность к этой недвижимости, да? Вернее, к наследству. Там немножко не так. Там, получается, ведь наследники вот у такого супруга умершего, они могут, допустим, оформить права на денежные средства, на транспортные средства. И даже не подумать о квартире. То есть о том, что вообще-то квартира, половина, должна быть также включена в состав наследственной массы. Они просто могут этого не знать, не сказать нотариусу, что вот есть такое жилое помещение, которое оформлено хоть и на пережившего супруга, но оно должно быть включено в состав наследства. Иначе, в противном случае, при продаже такой квартиры, вот наследники имеют право просто расторгнуть такой договор. Оль, смотрите, а чья задача выяснять историю квартиры, покупаемой, нотариуса или риэлтора? Нет, если вы обращаетесь, у каждого, у риэлтора есть свои задачи. Это поиск покупателя, это, если необходимо, сбор необходимых документов. То есть у риэлтора есть свои задачи, у нотариуса свои задачи. То есть мы как бы ни в коем случае друг с другом не конкурируем. Хлеб у друг друга не отбирайте. Нет, ни в коем случае. То есть сегодня у нас нотариус – это тот человек, который, по сути, имеет доступ ко всем информационным ресурсам. Я не зря начала с того, что необходимо проверить документы на квартиру, правоустанавливающий документ. А как мы проверим? То есть сам покупатель никак не проверит, он просто доверяет продавцу. Вот здесь как раз-таки проверяет все документы нотариус. И у него есть такая возможность, он запрашивает необходимые документы, используя информационные ресурсы. Начиная, допустим, от выписки из единого государственного реестра на квартиру, где у нас есть все характеристики такой квартиры, где у нас есть информация о возможных арестах, обременениях. Заканчивая, мы можем запросить справку о содержании документа правоустанавливающего. То есть на основании какого документа квартира принадлежит продавцу, неподдельный ли он, каково его содержание, потому что это тоже имеет очень большое значение. То есть выяснить всю доскональную историю приобретаемой жилплощади, ну на вторичном, естественно, рынке, в принципе, задача реальная. И проявление маниакальности с моей стороны, со стороны покупателя, это более чем нормально, да, ну в этом плане? Конечно, это нормально, потому что, как я уже привела пример, что мы можем, конечно, у нас подразумевается, что каждый участник рынка недвижимости действует добросовестно. Ну вот как я привела пример, что бывают какие-то заблуждения, о которых даже сам продавец может не знать. Не злой умысел, а просто от незнания. Да, да, даже не злой умысел, а просто от незнания закона. Поэтому обязательно нужно проконсультироваться у нотариуса, обязательно принести документы. То есть нотариус уже сам запросит все, что ему необходимо, вплоть до того, что мы имеем право запросить органы ЗАГСа. И уточнить, приобреталось ли имущество в браке, либо нет. То есть у нас достаточно сейчас большие возможности в плане получения каких-либо документов, обмена информацией с государственными органами. Меня как покупателя вторичного жилья должно, ну скажу такое слово, напрягать. Если, к примеру, моя будущая недвижимость, ну к примеру, за какой-то короткий срок очень часто меняла своих хозяев. Вот для меня тоже это такой, знаете, звоночек. А почему, допустим, эта квартира несколько раз продается там в течение шести месяцев, например, да? Возможно, возможно, в этой квартире есть какие-то скрытые недостатки, которые, по сути, покупатель никогда не увидит, а они на самом деле есть. Ну, допустим, недостатки какого-то технического плана, строительстве были недостатки. Да, возможно, даже перепланировка. Плохие соседи. Все, все, что угодно, но, конечно, это должен быть таким звоночком. Почему, что с этой квартирой не так? Либо, допустим, стоимость у нее ниже рыночной. Почему стоимость ниже рыночной? Что вынуждает в данном случае продавца вот по такой цене продавать квартиру? А первое, вот самое вот такое, что лежит на поверхности, первое, на что нужно обратить покупателю внимание, вот когда он задается вопросом покупки недвижимости? Вы знаете, первое, что, на мой взгляд, должен сделать покупатель, это обратиться к нотариусу. И показать все документы, потому что настолько много нюансов, которые возможны, да, то есть здесь же могут быть и третьи лица, которые не являются участниками договора, а права которых могут быть затронуты заключением такого договора. То есть здесь настолько различные варианты, я не знаю, квартира может быть приватизирована, кто-то из членов семьи отказался от приватизации, но тем самым он сохраняет пожизненное пользование этой квартиры, даже если собственник изменится. И вот, пожалуйста, покупать квартиру с таким же жильцом, да, естественно, никто не захочет, но это можно выяснить, это тоже выясняет нотариус. Мы запрашиваем, допустим, копию лицевого счета, справку о составе проживающих, то есть по квартирную карточку, то есть все это можно, конечно, выяснить. Иногда это можно выяснить из договора приватизации, кто отказался от приватизации, где сейчас зарегистрирован этот человек и проживает. То есть здесь очень много нюансов. Да, поэтому нужно, да, 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 нужно действительно довериться профессионалу. Но ведь обращаться к нотариусу при покупке и продаже квартиры должен в первую очередь покупатель или все-таки продавец, или оба? Это все обговорено должно быть заранее, обоюдно. У нас есть в силу закона сделки, то есть договоры, для которых обязательно нотариальная форма, и вы обязательно придете к нотариусу для того, чтобы договор состоялся. То есть неважно, покупатель я или продавец? Это, допустим, если продается квартира со собственниками, в которой являются несовершеннолетние граждане. Обязательно нотариальная форма. Но там вообще очень сложно в этом плане квартиру продать, потому что нужно найти такую квартиру, которая бы соответствовала метражом. Согласие органа опеки нужно получить. Да, вот с органами опеки там замучаешься, вот насколько я знаю. Просто у меня у знакомых были такие примеры, что вроде бы есть желание продать и купить другую, но ничего не получается сделка, потому что органы опеки масса пунктов не устраивает. Вот это задача риэлтора. Вот как раз-таки условия найти квартиру приемлемую, которая устроит орган опеки для ребенка, чтобы переоформить. Вот здесь вот наши обязанности как раз-таки перераспределяются. Поэтому, а есть случаи, когда не обязательно нотариальная форма, а стороны обращаются к нотариусу, потому что у них нет желания нести те риски, которые возможны. Они понимают, что риски существенные. И вот когда они обращаются к нотариусу, тем самым нотариус, он в данном случае единственный участник рынка недвижимости, который несет полную ответственность в случае, если возник вред по его вине. То есть получается, ну я хотел сказать, что получается, что он как третийский судья, но, наверное, нет в этом плане. А это дает мне стопроцентную гарантию безопасности сделки, если в ней участвует нотариус? Или нет? Дело в том, что вообще у нас обратиться в суд и оспарить договор может любой человек, какие-то обстоятельства. Допустим, привести пример могу тоже этой ситуации, когда, допустим, гражданин приходит к нотариусу, он совершает определенную сделку. Ведь нотариус, помимо того, что работает с документами, он прежде всего работает с человеком. То есть он разъясняет правовые последствия, он вообще выясняет, насколько человек понимает суть договора, его правовые последствия, и по сути ориентируется, да, то есть насколько у него вообще есть желание совершить эту сделку. То есть для этого, то есть это тоже один из аспектов работы нотариуса, например, такой гражданин пришел к нотариусу, совершил сделку, а впоследствии он говорит о том, что он передумал, да, он, допустим, не понимал, в чем суть. Вот для этого у нас, для того, чтобы обеспечить достоверность договора, его законность, неоспоримость, у нас есть в том числе и видеофиксация, то есть это видеофиксируется, да, процесс удостоверения договора фиксируется, и впоследствии потом в суде легко доказать, что вот, пожалуйста, права и обязанности разъяснены, желание очевидно, то есть человек в совершенно нормальном, здравом состоянии. Поэтому здесь оспорить нотариальную сделку, ее можно оспаривать, но ее сложнее оспорить, причем у нас же и сам процесс гражданский говорит об особой доказательственной силе нотариальных актов. Поэтому здесь, конечно же, есть определенные существенные гарантии. Все хорошо, но нотариальный язык иногда бывает таким сложным. Это я, наверное, на сложный перешла, да, уже. Нет, 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 я-то вас понимаю, просто я, ну, примерно представляю, как выглядят документы по вот этим всем вещам. Просто обычному человеку, к примеру, ну, не могу сказать, что необразованному, да, но тем не менее иногда вот такие там фразы и обороты, ну, они не воспринимаются либо с первого раза, либо, ну, как-то, ну, не выглядят такими доступными. Для этого и есть нотариус, чтобы перевести юридически сложный язык на обычный человеческий язык. Скажите, в каком случае, Оль, покупатель все-таки, ну, может рискнуть оказаться в суде, когда его права собственности на квартиру будут оспариваться? Какие-то ситуации? Если мы в целом говорим о сделках, да, заключенных в простой письменной форме, то очень часто, допустим, заключаемый договор может нарушить права лиц, которые не являются участниками договора, но у которых права нарушены. Вот, например, тоже распространенный пример. Родители купили квартиру, использовали средства материнского семейного капитала. В этом случае у таких родителей возникает обязанность выделить доли детям. Если они эту обязанность не выполнили, не выделили доли в этой квартире и решили ее продать, вот такая сделка тоже будет являться оспаримой. В этом случае покупатель может оказаться в суде, потому что, по сути, в этой квартире есть детские доли, и продать такую квартиру они могли только согласить органы опеки и попечительства, но не исполнили свое обязательство, не наделили детей. То есть, получается, я покупаю своего рода кота в мешке? Поэтому нужно все проверять. Это обстоятельство тоже же можно выяснить. Можно запросить справку из пенсионного фонда о том, были ли потрачены средства материнского семейного капитала. Если были, то куда они были потрачены. То есть, эти все обстоятельства выясняют нотариус. Для этого граждане обращаются к нотариусу. Даже в том случае, если нет обязательной нотариальной формы. А как вообще влияет такое понятие, очень сейчас актуальное, как банкротство, да, вот на все эти вещи, на заключение договора купли-продажи квартиры? Сейчас очень многие, ну, не скажу, что любят объявлять себя банкротами, но это, наверное, вынужденная все-таки мера, да, и государство в последнее время идет, ну, на какие-то уступки. Ну, а как в этом вопросе, в вопросе покупки недвижимости с банкротством? Здесь важно знать, что если у нас кто-то из участников договора находится в процедуре банкротства, они вообще не имеют права, если речь идет о конкурсном производстве, то есть уже о процедуре реализации имущества должника, здесь не имеют права вообще что-либо самостоятельно продавать, да, тем более свое имущество. Здесь действует финансовый управляющий, есть особый порядок реализации имущества в процедуре банкротства, и поэтому всегда, когда вы заключаете договор, желательно проверить о том, в состоянии ли банкротства находится контрагент. Это легко проверить, есть специальный информационный ресурс, просто посмотреть. Нотариус, конечно, обязательно это проверяет. Также, что может говорить о том, что сделка заключается в преддверии банкротства? Ведь это тоже очень плохо, потому что, если, допустим, человек реализовал свое имущество, а буквально через месяц объявил себя банкротом, конечно, финансовый управляющий будет пристально изучать те сделки, которые были совершены в преддверии банкротства. Есть дополнительные основания признания таких сделок недействительным. Поэтому, когда мы удостоверяем договор, желательно еще увидеть о том, если выяснить тот факт, есть ли исполнительное производство такого гражданина. Потому что какое-то, допустим, исполнительное производство на крупную сумму, оно что? Оно может повлечь банкротство, может повлечь арест имущества, когда у нас в процессе совершения сделки. У меня был случай на практике, когда заключался договор, граждане заключали договор, и я, используя информационный ресурс Единого государственного реестра недвижимости, обнаружила, что, допустим, вчера еще не было ареста, а сегодня уже арест. Хорошо, что расчет происходил через публичный депозитный счет нотариуса, через мой счет, то есть покупатель туда зачислил денежные средства, да, это вот возможность безопасного расчета. Вот, и, соответственно, естественно, сделка не состоялась, и я тут же покупателю обратно эти денежные средства вернула. То есть здесь никто не пострадал, но ситуации бывают всякие, поэтому проверять нужно очень и очень скрупулезно, учитывая, да, что сейчас количество банкротств ежегодно возрастает. Конечно, нужно на эти все обращать внимание. Но мне вот, может быть, мне кажется, как обывателю, или так и есть, мне кажется, что сейчас каких-то недобросовестных сделок по покупке и продаже недвижимости стало меньше. Или я ошибаюсь? Мне кажется, раньше прям вот все... Я не могу сказать статистика, да, какая. Тем не менее, тем не менее, все равно, я считаю, достаточно часто людей вводят в заблуждение. Вот сейчас активно обсуждается именно законопроект, согласно которому, допустим, договор дарения, если дарят не близко ему родственнику, должен обязательно удостоверяться нотариусом. Это правильно, потому что действительно здесь определенно есть рисковые моменты, допустим, пожилой человек один, да, у него нет близких родственников, он дарит кому-то квартиру. Вопросы, почему, да, не введен ли он в заблуждение, не действует ли он под влиянием каких-то обстоятельств. То есть здесь медицинская проверка, наверное, должна психиатрическая быть, нет? Вы знаете, вообще мы устанавливаем волю лица, его дееспособность в процессе обычной беседы. А если же у меня возникнут сомнения, что да, все-таки человек, я либо откажу удостоверение такого договора, либо действительно можно получить справку о сделкоспособности, то есть обратиться в экспертизу, соответствующую провести, и получить такую справку гражданину о том, что он сделкоспособен, о том, что да, он действительно может заключать сделки. Оль, ну вот вы откажете, а где гарантия, что другой нотариус не откажет, и эта сделка пройдет? Или здесь... А если, понимаете, а если договор в простой письменной форме, там вообще стороны приходят просто в МФЦ, к сотруднику МФЦ, через окошечко подают документ, согласен ли человек, дееспособен ли он, здесь кто-то угрожал ему, он пришел в МФЦ и через окошечко подает документ, прочитал он этот документ или не прочитал, или вообще, что он подписал, здесь вообще нет никаких у людей гарантий. Я же не говорю, что нотариус никогда не ошибается. Мы люди, мы тоже можем ошибиться, но важно то, что наша ответственность застрахована, и застрахована моя гражданско-правовая ответственность. Помимо этого, страхуют нас Нотариальные палаты региона, потом я отвечаю своим имуществом. Если и этого недостаточно, то тогда уже подключается компенсационный фонд Федеральной Нотариальной палаты, то есть, который возмещает вред клиенту-нотариуса, если он возник по вине нотариуса. Нотариус недосмотрел, нотариус должен был быть, допустим, внимательный, осмотрительный, а здесь видно, налицо вина нотариуса, вот, пожалуйста. Поэтому у нас 100% компенсации. Вы просто под дулом пистолета ходите, а то и пушки. У нас очень ответственная профессия, поэтому мы стараемся чаще все равно улыбаться, чтобы как-то хорошо себя чувствовать. У нас время уже к финалу подходит. У меня такой личный к вам вопрос. Все-таки вторичка или первичка? Что лучше, или все зависит от средств человека, от желания, и что проще по оформлению документов? Конечно, если это вновь возведенный объект недвижимости, вновь созданный объект недвижимости, здесь, конечно, проще. Здесь у нас сегодня регистрируются договоры долевого участия в строительстве. Здесь главное, чтобы застройщик был надежный. Ну да. Вот. А что касается квартиры на вторичном рынке, то здесь, конечно, конечно, здесь нужно обратиться к профессионалу, чтобы безопасно заключить такую сделку. И вот этот профессионал, возможно, я где-то и хвалю свою профессию, но я считаю это только нотариус. Нет, вы правильно делаете. Я сейчас это же сделаю, друзья. Но если какие-то сделки с недвижимостью, и не только с недвижимостью, неважно, чтобы быть, ну, по крайней мере, защищенной на большинство, да, процентов, чтобы как-то спокойно спать в этом плане, к нотариусам, ну, просто необходимо, да, обращаться. Я лишь напомню, что сегодня у нас в гостиной гостила нотариус, кандидат юридических наук, член комиссии федеральной нотариальной палаты по имиджу Ольга Фрик. Оля, очень приятно было познакомиться. Большой привет всем вашим коллегам. Встреча явно не последняя, вопросов масса. Далее на 106.2 FM музыка мирового класса. Артем Савичев, радио Монте-Карло, Омск.